К хорошим часам мы обычно предъявляем те же претензии, что и к любым другим объектам, и со временем предъявим их и мы с вами. Но сегодня хочется поговорить о таком феномене, как точка зрения, который в настоящее время не сильно учитывается, так как потерял некоторую актуальность. Настоящий профессионал всегда подумает немножечко за вас, потому что ему важно, как вы увидите его творение, какое впечатление оно произведет и выполнит ли свою задачу. И когда наручные часы еще только-только входили в обиход, а способствовала этому война, такой нюанс учитывался. Я говорю о часах со смещенными циферблатами, конечно, которые теперь еще можно найти в виде стилизации и переизданий у некоторых брендов. Если смотреть на них как на обычные часы, то поначалу теряешься, потому что раскрываются они лишь под определенным углом, с определенной точки зрения, учитывая наши оптические возможности. Фактически, это такой парфенон, все знают это сооружение, и когда мы смотрим на него, то впечатлены тем, какой он ровный, правильный, гармоничный, лаконичный. И совсем забываем, что в этом здании нет ни одной прямой линии. Одна колонна больше другой, да и расстояние между ними разнится. Иными словами, по чертежам это одно из самых неправильных зданий, а все потому, что строили его по-настоящему великие люди, которые учитывали точку зрения смотрящего. Оно не выглядит идеальным, когда строишь, но выглядит идеальным, когда смотришь. Так и военные смещенные часы, которые предназначались для запястья, который в свою очередь лежит на руле или штурвале. Достаточно одного беглого взгляда, чтобы узнать точное время, достаточно нужного ракурса, чтобы они стали идеально ровными, пропорциональными и выполняли свою главную задачу. Мы подчас жалуемся на удобство, читаемость, и как раз потому, что производители все чаще учитывают лишь одну точку зрения, свою собственную. Совершенно забывая о том, что на часы будут смотреть другие люди. Это может проявляться в избыточном декоре, в нагромождении усложнений, в слишком больших или слишком маленьких стрелках и во многом другом. Мы выхватили лишь один пример удачной точки зрения, когда поначалу странные, несимметричные, неправильные часы вдруг внезапно становятся абсолютно ровными, логичными и хорошо читаемыми. Этих примеров гораздо больше. Как потихонечку становится больше и подписчиков на этом канале. Подписывайтесь и вы. Спасибо за внимание. До скорых встреч.